Всем привет, с вами канал GameLife, это немного незапланированное видео, связано оно с покупкой новой камеры для съемок, которую я планирую в дальнейшем использовать не только для подобных видео, но тем не менее. И первое видео, которое я запишу на эту камеру, соответственно, вот и оно. Сама идея для первого видео всплыла абсолютно спонтанно, потому что многие спрашивают меня, куда подевались черно-белые блоги, и да, я их верну, а вместе с ними добавлю еще интересного контента, но это будет чуть попозже, а сейчас мы с вами посмотрим на картинку, которую эта камера дает, на звук. Со звуком я, конечно же, еще поработаю, но это тем не важно. И вообще вы оцените результаты и скажете, как здорово, не здорово, да и вообще. Темой сегодняшнего видео будет довольно интересная новость, и вообще две вещи я хотел бы с вами обсудить. Они касаются киберспорта, да и вообще игр в целом. Так что если вам не интересен киберспорт, все равно досмотрите это видео до конца. На самом деле я иногда чувствую, что я не совсем держу руку на пульсе, в том смысле, что я не успеваю следить за развитием киберспорта. Оно настолько стремительно и быстро, что диву даешься. Еще буквально несколько лет назад ни стримы, ни киберспорт, ни игры в целом, они не были настолько популярны, насколько сейчас. Да, конечно, вы скажете, что несколько лет назад было там много всяких летсплейщиков на ютубе и прочее, но я немножко не это беру в расчет. Сами трансляции, какие-то киберспортивные мероприятия, турниры и прочее, еще несколько лет назад, буквально лет пять. Ничего подобного, что есть сейчас, вообще в принципе не было. Уже не говоря про те призовые фонды, которые разыгрываются сейчас. Если вспоминать немного истории про развитие киберспорта, это вообще все началось в далеком 99-м году, тогда основными киберспортивными дисциплинами, первыми киберспортивными дисциплинами, стали Quake 2, а через год после него StarCraft, а уже после них появился и Counter-Strike, и Dota, и там, все остальное. Конечно, о крупных призовых, о деньгах тогда вообще не шло речи. В 99-м году была создана первая организация, которая проводила подобные мероприятия, а уже в 2003-м году появился первый международный турнир, который назывался WCG, World Cyber Games, который объединял игроков со всего мира. И именно, кстати говоря, на этом турнире был первый чемпион по игре Quake 3, это Антон Кулер, который сейчас играет в Overwatch, поэтому вы можете на него наткнуться, он стримит периодически на Twitch, сейчас он, правда, играет в Quake Champions, но тем не менее. На тот момент призовой фонд составлял 600 тысяч долларов, и это считалось просто какими-то нереальными цифрами на тот момент. Но время двигалось, и вот мы подходим к настоящему моменту, и вот 2016 год, и интернет-корпорация, которая называется Alibaba, которая включает в себя AliExpress, где вы и я периодически заказываем все разные ништяки, и еще парочка организаций, они устраивают турниры с призовым всего лишь в несколько миллиардов долларов. Ну да, почему бы и нет. Призовой в одном Counter-Strike только составлял полтора миллиарда долларов. Приблизительно такая динамика по цифрам произошла меньше, чем за 15 лет. И сейчас уже диву даешься, сколько подобного происходит. Вы можете зайти на Twitch каждый день, и каждый день по какой-нибудь популярной игре будет проводиться какой-то турнир. Маленький, большой, огромное количество спонсоров, огромные деньги. Вот появилась наша с вами любимая Overwatch лига, где вы можете посмотреть, какие там действительно спонсоры, типа HP, Toyota и прочих. Они достаточно серьезные организации, и это уже о чем-то говорит. Но я не буду дальше углубляться в эту тему, просто хотел с вами поделиться некоторой информацией, которую я обладаю, и какими-то своими переживаниями. Поговорить действительно я хотел вот о чем. Все мы с вами играем в игры, все мы с вами любим игры, неважно, Overwatch или еще какие-то. И недавно я наткнулся на статью, что геймерство или игроманию собираются включить в МКБ-11. Что такое МКБ-11? Это такой сборник, аббревиатура расшифровывается, как международная классификация болезней, которая собирает в себя вообще все. И игроманию, или геймерство, или зависимость от онлайн или компьютерных игр хотят включить в этот список. Оцениваться подобная зависимость будет по трем критериям. Первый критерий заключается в том, что если человек слишком много времени проводит за компьютерными играми и теряет контроль над временем. Второй критерий – это увеличение приоритета отдаваемого играм в угоду каким-то другим делам, или учебе, или работе, неважно. И третий критерий – это эскалация игровой активности, даже несмотря на какие-то негативные критерии. Давайте разберем поподробнее, что это значит. Первый пункт. Первый пункт звучит как ослабленный контроль над игровым процессом. Это значит не то, что вы там плохо играете, или плохо следите за своим персонажем, а это значит то, что вы теряете счет времени, когда вы играете. Поэтому вы можете сесть, вам кажется, что прошло полчаса, а на самом деле прошло три часа. Это и имеется в виду. Мне кажется, что это полный бред, потому что порой, когда вы, например, смотрите кино, или играете в тот же футбол, или в какую-то другую спортивную игру, время для вас летит незаметно, и это уж точно не критерий, который может служить показателем какой-то болезни. Увеличенный приоритет, отдаваемый играм в угоду каким-то другим вещам. Здесь я неспроста начал свой разговор про киберспорт. Каким образом теперь отличать обычного игрока от киберспортсмена? И можно ли считать киберспортсмена психически нездоровым? Ведь он тратит практически все свободное время на компьютерные игры. Это, кстати говоря, хороший вопрос. Но вы можете мне возразить, ну киберспортсмены это одно, обычные игроки другое. Понятно, что здесь речь имеется в виду, там тыры-пыры. Это все не имеет значения, потому что нет какой-то определенной градации киберспортсмена от обычного игрока. Или если там взять, например, у нас не существует зависимости от футбола. То есть многие ребята, например, в моем детстве, это было лет 20 назад, они выходили в отборы, играли в футбол, также забивали на уроки, как сейчас забивают школьники на свои уроки. Только сейчас они играют на компьютере, а раньше мы играли в футбол во дворе. Например. И почему-то никто это не включал в международную классификацию болезнь. Третий критерий – эскалация игровой активности, несмотря на негативные последствия. То есть, грубо говоря, если у вас что-то в жизни не получается, или у вас какие-то проблемы, вы все равно продолжаете играть. Здесь я вспоминаю свою дипломную работу, которую я защищал еще, наверное, лет 5 назад, в которой я практически одним из первых психологов в России поднял тему, как вообще игровой процесс, геймерство и прочее. Тема моей дипломной работы звучала как развитие коммуникативных навыков у подростков с разным уровнем виртуальной активности. Я взял несколько выборок школьников, старших школьников, именно которые подходят под критерий подросткового периода, разбил их на три категории, проведя определенный опрос, смотря какое общение они предпочитают в интернете, в реальной жизни, или же они предпочитают компьютерные игры. И на основе полученных данных я сделал вывод о том, что подростки, которые играют в компьютерные игры, обладают коммуникативными навыками, развитыми ничуть не хуже, чем у тех, кто предпочитает реальное общение. Но моя дипломная работа – это только начало. Она была в свое время новаторской, очень новой, потому что никто никогда вообще эту область не исследовал. Это было пять лет назад. И я больше чем уверен, что сейчас практически никто подобными темами не занимается. Поэтому каким образом вообще в МКБ-11 был добавлен подобный пункт, и на основе каких критериев и кем они выбирались – непонятно. Это также идет вразрез тем, что спортивная федерация РФ в 2017 или в 2016 году признала киберспорт официальным спортом. И согласитесь, как-то нелепо получается, что практически одна и та же деятельность, она находится и в международной классификации болезней, и одновременно признана официальным видом спорта. Какая-то здесь небольшая несостыковочка. И этим своим видео я не хотел донести до вас какой-то призыв, типа давайте подпишем какую-то петицию, или давайте как-то повлияем на это. Нет, мы на это, скорее всего, никак не повлияем. Тем более уже давным-давно геймерское сообщество взбунтовалось против этого, и вроде как теперь этот пункт думают, что нужно бы, наверное, из МКБ убрать. Но тем не менее МКБ-11, он пока находится только на стадии черновика, поэтому еще неизвестно, что там будет впереди. И я просто хотел поделиться с вами интересной информацией и заставить вас как-то немножко об этом подумать. Если вы хотите, вы можете посмотреть, все информации есть в интернете, загуглите, если вам будет интересно. А я с вами на этом попрощаюсь. Надеюсь, подобные видео вам интересны. Ставь лайк, если понравилось. Расскажи обязательно своим друзьям, которые еще не знают, что скоро геймерство будет у нас рассматриваться психическим заболеванием. Я думаю, что также будет полезно быть осведомленным. С вами был канал GameLife, и до следующих видосов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok